Среда должна быть доступной, в том числе среда культурная. В Астраханском краеведческом музее организована экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здание теперь можно попасть по ролл-пандусу. Однако людям на инвалидных колясках попасть на второй и третий этаж музея не удастся. Почему? Ответ в следующем материале. Мы с вами находимся у зала Рады Голубокоспийского бассейна. Давайте зайдем внутрь, в сам зал. Астраханский краеведческий музей, первый этаж. Таким образом, здесь начинается почти каждая экскурсия. В этот день с экспонатами музея знакомились люди с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы «Доступная среда» был приобретен съемный ролл-пандус. Люди на колясках попали в здание без особых проблем. Пандус, он очень удобный, прям беспрепятственно заехали мы без всяких тяжелых таких усилий. То, что мы часто очень дома сидим большую часть времени и вот развеяться, пообщаться, завести новые тоже знакомства, это тоже вот очень полезно. Флора и фауна территории Астраханской области – палеонтологические находки археологов. В этот день посетители могли познакомиться с экспозициями на первом этаже музея. А вот подняться выше, увы, нельзя. Здание музея само по себе представляет историческую ценность. Оно занесено в соответствующий реестр. Встраивать здесь лифты и подъемники запрещено законом. Но сотрудники музея стараются сделать экскурсии интересными, даже если подняться выше первого этажа нельзя. Для слабовидящих людей главное правило любого музея – руками не трогать, здесь действует не всегда. Мы используем те предметы, которые можно им потрогать руками и, в общем-то, в руках ощутить значимость этого предмета. Возле каждого экспоната рядом с описанием предмета теперь находится табличка с текстом, нанесенным шрифтом Брайля. Усильное освещение установлены увеличительные стекла. Среда должна быть доступной, в том числе и культурная. Работа в музее сейчас идет по этому принципу. Ольга Гаркова, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.